DJI Mavic 4 это одна из самых ожидаемых новинок этого года, так как дрон из серии Mavic является таким неким флагманом в сфере аэросъемки, потому что у них классная картинка, классное качество, классная детализация и стоит он не как Inspire, то есть возможностей для съемки много, это реально классный дрон, который себя очень классно зарекомендовал. Если же мы конечно не будем брать во внимание тот момент, когда выходил Mavic 3, потому что когда вышел Mavic 3, он был настолько сырым, настолько был кривым, что там не работали камеры, не работало переключение, не было цветовых профилей и много-много всего того, о чем было заявлено на презентации и появлялось оно в течение года. Так как, к примеру, на пульт с Remove Controller DJI RS Pro, к примеру, там есть такой режим с повышенной яркости Explorer Mode, который был внедрен в пульт с обновлением только, наверное, спустя год. То есть вы представляете, им просто год потребовал для того, чтобы довести дрон до того состояния, о котором они говорили. Поэтому, надеюсь, с новиночкой, которую будем ждать в этом году, таких больших проблем не будет и дрон уже выйдет доработанным, готовым к использованию. Поехали! Перед началом расскажу немножко о себе. Я Александр Шевченко, мой канал по аэросъемке, где съемка и путешествия. Также я основатель онлайн-академии по аэросъемке, где мы обучаем пилотов от самого старта, когда вы только покупаете дрон, открываете коробочку и достаете свой первый дрон, до создания полноценных профессиональных роликов. Также у нас есть другие обучающие программы для ребят, которым в целом интересна сфера видео. Все подробности будут доступны по ссылочке в описании к этому видео. Я думаю, после небольшого знакомства мы можем переходить к нашей новинке DJI Mavic 4 Pro. DJI, как это обычно происходит, не разглашает своих дронов заранее. Обычно перед презентацией, за неделю, за две, за три выходит анонс, что будет какая-то новинка. И сложно в целом собрать информацию в интернете о том, какой же это будет дрон, что в нем будет интересно и что будет нового. Но опять же, отталкиваясь от слухов и там слитым инсайдером, можно собрать некую информацию. К примеру, в новом дроне 100% будет новая технология передачи сигнала Ocusine 4.0, которая сейчас есть в таких дронах, как Mini 4 Pro и Air 3. И это возможность передачи сигнала на расстоянии до 20 километров. То есть эти дроны могут передавать изображение и картинку сигнал на 20 километров, а Mavic 3 Pro только на 15. Что несложно догадаться, что в новом дроне эту технологию обновят, и она будет либо 20, либо 25 километров, потому что это флагман, и в нем должно быть все чуточку лучше. Есть большая вероятность того, что доработают систему камер. Так как сейчас при переключении между X1, X3 и X7, вот именно на X7, есть огромная разница в качестве изображения. И я надеюсь, что в новом дроне, если в дроне также останется три камеры, скорее всего так будет, изменится эта вот возможность переключения с одной камеры на другую, и картинка не будет отличаться от предыдущих камер. Потому что, да, я понимаю, три камеры, три матрицы, и где-то эта матрица совсем маленькая. Вот я надеюсь, что в новом дроне эту проблему доработают, и картинка с этих камер будет лучше. Также я очень сильно надеюсь, что в новом дроне сделают стабилизатор, который будет поворачивать картинку в вертикальный формат. Так как это устроено в дроне Mini, в Mini 3, Mini 4, это возможность есть в вертикальной съемке. В Airy 3 это сделали программно, то есть она ужимается просто по бокам, и там делается видео 2,7K. И тем не менее, ты получаешь сразу вертикальное видео. И я надеюсь, что в флагмане, в Mavic 4, тоже что-нибудь придумают. Либо систему подвеса, который будет поворачивать камеру, что, как по мне, является лучшим решением. Либо же это сделают программно и будут ужимать. Я надеюсь, что в новом дроне сделают подвес с камеры, который будет полноценно поворачиваться в вертикальный формат. Если же говорить про сами камеры, то я надеюсь, что в новом дроне будет представлена камера с возможностью записи в 6K. Потому что каждый год выходят новинки, каждый год надо удивлять своих пользователей, делать что-то лучшее, более новое, более свежее, более лучшее. И скорее всего, в новом Mavic 4, в 4 Pro, скорее всего, будет представлена именно камера с возможностью записи в 6K. И, конечно же, как и обычно это происходит у DJI, они обновят систему распознавания препятствий. Так как, если вдруг не знаете, то большинство краши и падений дронов связано с тем, что дрон летел в автоматическом режиме. Когда вы запускаете какую-то программу, и дрон летит сам, снимая. И очень часто сенсоры, которые находятся вокруг вашего дрона, сверху, снизу, по всем его сторонам, отлично работают. Они работают хорошо, безусловно, но какие-то детали, какие-то элементы они могут не распознавать, могут что-то не видеть. Какие-то мелкие ветки, провода и еще что-то что-нибудь. То есть в различных условиях погодных, различные условия погодные, да. Еще есть варианты с освещением, когда достаточно темно, недостаточно освещенность, и дрон тоже может не видеть этих препятствий. И дрон бьется, падает, врезается куда-нибудь. Поэтому я надеюсь, что в новом дроне, даже не то, что надеюсь, это прям 100% будет, что в новом дроне обновят систему распознавания препятствий, как это обычно и бывает. Также обновят систему ActiveTrack, что делают с каждым новым дроном, делают систему ActiveTrack более новее, более лучше, которая следит за объектом. Когда он пропадает из кадра, он его снова находит. То есть более четкий искусственный интеллект, который понимает, за каким объектом он следит, и выделяет его на фоне всего остального, что происходит в кадре. То есть это прям 100% будет. Также есть большая вероятность того, что с новым дроном будет представлен новый пульт DJI RS Pro. То есть сейчас этот пульт DJI RS Pro, в новой пульт будет DJI RS 2 Pro. На самом деле я не знаю, что можно обновлять в этом пульте, потому что он в целом хороший. Да, он тяжелый, да, у него там заряд держит не прям, чтобы сильно долго, но тем не менее, пульт сам по себе хороший. Картинка 60 Гц, качество передачи картинки хорошая, передает далеко, летает в городе лучше, чем мы там обычные пульты. Поэтому, если смысл обновлять, я не знаю. Скорее всего, они его обновят и что-то новое в него внедрят, но я пока не совсем понимаю, что можно в него вставить и внедрить, чтобы этот пульт стал еще лучше. И когда выйдет этот дрон, ну я надеюсь, что где-нибудь в августе-сентябре этого года, потому что если посмотреть список, когда у нас обновлялся дрон, он вышел в 16-м году, потом в 16-м году он также обновился до Pro Platinum, в 18-м году вышел Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom, то есть спустя 2 года, потом спустя 3 года вышел Mavic 3, в 22-м году обновился до Mavic 3 Pro. В прошлом, в 23-м году никаких обновлений не было и вот скорее всего в этом году выйдет либо Mavic 4, либо Mavic 4 Pro, либо еще какая-нибудь его версия. Так что очень сильно ждем и надеемся, что именно в этом году будет представлена эта новинка. Напишите в комментариях, ждете ли вы этот дрон, будете ли вы обновляться и на чем сейчас летаете, потому что мне прям интересно, что будет представлено в новом дроне, будет ли он намного лучше предыдущего, потому что DJI часто обновляется. И не всегда все те новинки, которые DJI показывает, значительно лучше предыдущих моделей. Возьмем, например, там Mini 3 Pro и Mini 4 Pro. По большому счету обновляться с Mini 3 Pro на Mini 4 Pro нет никакого смысла, потому что там несколько функций программного обновили и улучшили, по большому счету это все тот же самый дрон. Поэтому надеюсь, что с дронами Mavic, такой флагманское все-таки направление, будет больше изменений и мы увидим хороший дрон, на который будет не стыдно, на который будет хотеться перейти и хотеться им пользоваться. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...